Война Ирана с Израилем и с тайной стала явной, когда Иран нанес массированный удар по израильской территории в минувшие выходные. Правительство Израиля сталкивается с давлением внутри страны и требованием мощного ответного удара по Тегерану в целях поддержания стратегии сдерживания. Самым рискованным и радикальным шагом для Израиля было бы нанесение им удара по объектам ядерной программы Ирана. Это может быстро привести к серьезной эскалации конфликта. Израиль, как предполагается, уже атаковал иранские предприятия по обогащению урана, в том числе в 2010 году, с помощью компьютерного вируса, который отбросил ядерную программу Ирана на несколько лет назад, но никогда не признавал этого официально. Другим менее мощным ответом могут стать авиаудары по нефтяным объектам Ирана, военным аэродромам или другим военным объектам. Атаки на нефтяную инфраструктуру могли бы значительно пошатнуть мировую экономику. А удары по иранским вооруженным силам рискуют спровоцировать новые ответные атаки Тегерана. Такая стратегия око за око может привести к непрекращающейся войне в регионе. В реализации обеих стратегий есть технические сложности. Запас баллистических ракет дальнего радиуса действия у Израиля невелик, а истребителям придется долго и сложно добираться до цели, что еще больше повышает риск для Израиля. Третий вариант – никакой официальной, публичной реакции. Вместо этого – продолжение негласной войны. Некоторыми источниками утверждается, что Израиль за последние десятилетия убил ряд иранских чиновников и ученых-ядерщиков. Он также регулярно наносит удары по иранским представителям в Сирии и Ливане. Перенос ответных ударов в такую серую зону, без нападения непосредственно на иранскую территорию, вероятно, позволит Израилю избежать эскалации, которую его союзники, такие как США, изо всех сил пытаются сдержать. Сейчас на связи из Иерусалима наш коллега, шеф-редактор 9-го канала Израиля Дмитрий Дубов. Дмитрий, здравствуй. Добрый вечер. Дмитрий, союзники, включая президента США Байдена, призывают Израиль к сдержанности, но, похоже, израильские власти предпочитают действовать без оглядки на кого-либо. В предыдущем сюжете наши коллеги предположили три возможных сценария. Какой сценарий обсуждается в самом Израиле? Мы этого знать не можем, потому что публичное обсуждение – это просто предоставление этой информации нашему врагу. Поэтому мы до последнего даже представить себе не можем, какой может быть эта реакция. Однако я так аккуратно предположу, что первые два сценария слишком кровавые какие-то и бесполезные. То есть бить по ядерному объекту Ирана одному из – это не останавливает иранскую ядерную программу. Это бесполезно. Кроме того, действительно чревато. Бить по нефтенной структуре – это, извините, не наши методы. Но это может бить Хизбалла по нашим местонефтерождением, но не мы – это точно. Я думаю, что какой-то удар, во-первых, будет. Во-вторых, он будет относительно ограниченным. То есть если мы симметрично бы ответили, то мы тоже бы запустили порядка 300 дронов и ракет баллистических и крылатых в сторону Ирана. А это будет какой-то ограниченный ответ либо по зирианской территории, либо по территории Сирии, где расположено очень много иранских формирований, шиитских милиций и военных советников корпуса стражи Исламской революции. Но не наносить ответный удар – это действительно терять тот самый фактор сдерживания, поскольку теперь всякий раз, когда ВВС неназванной страны бомбят иранские объекты в Сирии, о чем вы все прекрасно знаете, в ответ к нам может прилететь уже из самого Ирана. Это нарушение формулы соотношения сил, которое, безусловно, неприемлемо для Израиля. Дмитрий, по Израилю в последние недели прокатилась волна массовых протестов с требованиями отставки правительства, в первую очередь премьера Нетаньяху, и освобождение заложников, которых более полугода после кровавой атаки Хамас на страну продолжают удерживать террористы. Как согласовывается безапелляционная политика Нетаньяху по отношению к тому же Ирану с требованиями его отставки, если можно покороче? Никак не согласовывается, если совсем коротко, поскольку это две разные вещи. 193 дня войны с Хамасом и плена наших заложников. Это ситуация в секторе газа. Иранский удар – это несколько другая история. И никакие демонстрации протеста и призывы к отставке никак не могут повлиять на 7-минутные решения, которые премьер-министр Израиля должен принять для того, чтобы удержать иранскую угрозу. Дмитрий, сразу после атаки Ирана на Израиль, когда по нему были выпущены сотни ракет и дронов, как ты уже говорил, но удар удалось отразить, некоторые израильтяне говорили, что вздохнули с облегчением, мол, показательная атака была проведена, никто не погиб, за исключением, правда, пострадавшей девочки в одном из кибуцев. И на этом все. Какая вообще сейчас атмосфера в Израиле? Я поправлю, это был не кибуц, а незаконный бедуинский поселок, девочка-бедуинка. Да, спасибо. Пострадала от обломков ракет. Атмосфера ожидания ответного удара, поскольку ракета и броня, ракеты всегда побеждают. И наша броня, она, конечно, очень эффективна, я имею в виду «Железный купол» и «Комплекс ПРО» и наши воздушные ВВС, однако никогда герметичны они не будут, и для того, чтобы избежать повторения подобных сценариев в будущем, необходимо действительно реагировать, необходимо действительно реагировать. Я не ястреб, я не призываю всех мочить, однако оставаться без ответа, оставлять все это без ответа, это подвергать опасности жизни наших граждан. Поэтому нет облегченной атмосферы сейчас. Мы действительно были рады тому, что никто не пострадал практически, никто не пострадал в результате этой беспрецедентной, самой мощной за всю историю атаки. Однако мы все в ожидании ответного удара, который, как мы полагаем, произойдет в течение ближайших суток, может быть, нескольких суток.